Такой важный праздник – Крещение Руси. Он объединяет народ и становится началом образования государственности. Однако далеко не каждый житель мегаполиса может вспомнить знаменательную дату. О том, как просвещает православная молодежь Дона своих земляков, рассказывает моя коллега Анна Глебова. Не нужно навязываться или заставлять. Главное – поздравить людей с праздником. Об этом Ирей Михаил Гапоненко рассказывает своим подопечным – участникам группы «Православная молодежь Дона». Напутственные слова и молебен перед началом важного дела. А дальше самое важное – миссионерство. Задача этих ребят – рассказать прохожим о том, что сегодня большой праздник, важный для каждого жителя большой страны – Крещение Руси. Каждое лето, в такой день, День Крещения Руси, позвонив колокола, в 12 часов сейчас в всех храмах звонили в колокола, мы идем возвещать людям радость о том, что в этот день была крещена наша Русь, наш народ, наша страна. Какие бы у него границы не были, но начало было положено при князе Владимире. Какой сегодня праздник и когда у вас именины? На эти вопросы большинство жителей Ростова ответить затрудняется. В помощь каждому небольшой календарь и раздаточная информация. Брошюры в удобной форме повествуют об истории праздника, развеивают многие мифы и даже помогают окрепнуть в вере. Человека, если поймать и спросить, ты православный, он скажет, да, а где крестик? Нету крестика, ну я же крещеный, а где крестик? Ну и не знает, что нужно носить крестик. Поэтому мы будем помогать людям объяснять и говорить, что крестик – это очень важно носить. Здесь же ведется анкетирование. Оно направлено не на сбор статистических данных об уровне знаний общества, а скорее на информирование горожан. Вопросы построены так, что выбрать неправильный ответ достаточно сложно. Люди реагируют абсолютно по-разному. Кто-то отбегает просто от нас. Вот даже был молодой человек, который обошел нас, прям вот так вот увидев, что мы с православными. Кто-то наоборот подходит и спрашивает. А настроение потрясающее на самом деле, потому что мы вышли с такой вот миссией, с такой акцией, когда мы можем подарить людям, ну помимо вот крестиков, да, которые мы дарим, брошюры, которые есть, но еще и какое-то свое тепло, пригласить их, особенно молодежь, к нам в наш ПМД, православная молодежь Донна, да, подарить им брошюрки. То есть, ну, мне кажется, это вот прям очень здорово. Высоко оценивают начинание молодых миссионеров и сами прохожие. Некоторые к ответу на вопросы подходят творчески. И засияло небо голубое, полная часа мира до покоя. А кто пожалует нам с войной? Дайте коням не дадо приметь. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Пусть молодая, силы немерена. Дайте коням не дадо приметь. Важный праздник для тех, кто крещён, вообще для всех славян, кто верит в Бога. Мы просто с гитарой нас попросили, мы решили сыграть. Почему бы и нет? А вы вообще знали, что сегодня праздник? Нет. На самом деле нет. А вот вам крестик надели, как вообще ощущения, как эмоции? Я полностью очищен. Я об этом празднике знаю, но я забыл, что он именно сегодня. Совсем из-за забот ежедневных вылетел. А вообще вот это начинание ребят молодых? Мне очень нравится. Я сам человек крещённый много лет уже. И это очень приятно, что люди младше даже меня занимаются таким богоугодным делом. Продолжение следует...